Здравствуйте, дети. Садитесь. Начинаем наш урок. Продолжение следует. Канюша, Тася, Таша так ласково называют Татьян. Актрису театра и кино, неподражаемую Татьяну Самойлову, на фестивале в Каннах назвали самой скромной и очаровательной актрисой. За роль Вероники в фильме «Летят журавли». Ее тезка, белгородка Татьяна Самойлова, в кино не снимается и никогда не мечтала быть актрисой. У этой харизматичной и улыбчивой девушки совсем не творческая профессия. Мама очень хотела, чтобы я была учителем. Но благодаря своему упрямству в очередной раз я поступила в медицинский университет. Успешно его закончила и работаю именно в медицинской сфере, опять же, то, что свойственно имени Татьяны. Татьяна девушку назвала мама в честь подруги по институту. Со временем оказалось, оно полностью отражает ее внутренний мир, да и звучит красиво. Танюша, это Танюня. Ну, Татьяна мне называют еще друзья. Как бы тоже такого, что вот прямо не нравится и плохим, наверное, это имя назвать нельзя. Татьяна очень активна и в личной жизни, и в карьере, и в саморазвитии. Готовы работать 24 часа в сутки, если работа приносит удовольствие. Яркий представитель, корреспондент нашего телеканала Татьяна Красикова. Она берется за самые сложные и интересные темы. Эта хрупкая девушка всегда в центре городских событий. Таня 25 января считает для себя особенным праздником. Не днем студента, а именно днем именин. Папе очень нравилось имя Татьяна. И когда я родилась, он предложил маме так меня назвать. Мама была не против, против была бабушка. Она очень долго спорила, и если бы она в этом споре победила, меня бы сейчас звали Лилия. Тоже красивое имя, но вот Татьяна мне нравится больше. Татьяна, я уже 25 лет. С каждым годом в Белгороде Татьян становится все меньше. Сейчас это имя попало в список самых редких имен для новорожденных. По данным городского управления ЗАГС, в 2015-м было зарегистрировано 23 Татьяны. С начала этого года пока ни одной. А каких-то полвека назад имя Татьяна было в числе самых популярных. Бум пришелся на 1956 год, когда в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» прозвучала одноименная песня, ставшая хитом того времени. Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Сегодня мужчины Белгорода спешат поздравить всех обладательниц этого прекрасного имени. Татьянин день. Я поздравляю вас. Желаю много радостей прекрасных. И жизнью наслаждаться каждый час к добру, не оставаясь безучастной. Простого счастья, мира и тепла, уюта в доме и любви желанной. И никогда не знать людского зла. Сердечно поздравляю вас, Татьяны. Не забудьте поздравить сегодня и своих Татьян. Танюш, от нашего дружного коллектива мы поздравляем тебя с Татьяниным днём. Я думаю, коллеги мои присоединятся к этому поздравлению. Желаем тебе всего самого хорошего. Ну и самое главное, наверное, успеха в работе. Будь счастлива. Олеся Веденеева, Евгений Северинов, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.